На портал XGET поступил вопрос, чем прошение на Проскомидию отличается от Церкауста и Псалтирии? Но Церкауста она ничем не отличается, потому что Церкауста подразумевается сорок литургий, поэтому тут можно так задать вопрос, чем отличается Церкауст от Псалтирии или прошение на Проскомидию, что является Церкаустом, срок прошения на Проскомидии от Псалтирии? То, что на Проскомидии, как раз вот Срокауст и на Проскомидии совершается на Проскомидии, то есть на той части литургии, где как раз готовятся святые дары и принимаются частички за живых и мёртвых. Затем в конце уже литургия и частички погружаются в чашу со святой кровью Христовой и омываются грехи тех людей, за которые они были вынуты. А Псалтирь – это молитва. Когда мы молимся, читаем кафизмы из Псалтирии, мы молимся за себя, за своих, опять же, живых и умерших. Это тоже очень хорошо, это можно делать. Даже есть такая практика, когда 20 человек по согласию молятся, и каждый из них читают по кафизме, и все 20 человек читают разные кафизмы, а всего в Псалтире 20 кафизм. Поэтому они в один день прочитывают всю Псалтирь, каждый по кафизме, и имеют некоторых людей, которые они тоже согласились вместе, поминать. Вот такая коллективная молитва, где двое-трое будут собраны во время мая, там и об средних, как Христус сказал, и они помогают себе друг другу. Но это все-таки литургия. Литургия – это нечто особое, потому что Господь пришел и своей кровью омыл наши грехи. И вот таким видимым, даже можно сказать визуальным образом, это происходит в красной литургии, когда наши грехи кровью Христовой омываются. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.